вот вчера я не доснимал снимаю показываю где я мясо ем вот кафешка печка можно погреться сейчас чайка бахну нормально пожарили миска сейчас перекушу приятного аппетита ну вот отсюда до саратова где-то 170 уже звонили по поводу загрузки надо ехать так что кому интересно будет заходите я думаю не пожалеете кафешка нормально по крайней мере по баранине вопроса вообще никогда не возникает продолжаю движение дальше полоска и на загрузку уже к саратову практически подъехал осталось 50 километров километров на 30 сказочной дороги мальчик сменился дождиком со снегом сиреном пока не ел дтпшка было две легковушки Один другому жопу прилип Видео не снимал, уже поехал Уже звонили заказчики Говорят, где вы? Я говорю, я уже Ставьте чай, я уже на подъезде Он не успеет, говорит, остынет Пока я подъехал Вот так на трассе Черт, это е-мое, кусок доски валяется Хорошо, это не ночь, блин Так что буду ближе подъезжать Немного Сейчас покажу Заправку Я на ней уже заправляюсь Там в течение Года, наверное В принципе Перед Саратовом Ну, я думаю, многие там дальнобойщики И узнают Там какой-то старый футер В принципе, солярочка Так ничего Ну, я пробежал Тысячу километров У меня даже лампочка еще Не загорелась То есть бака, в принципе, мне хватает Орендируешься где-то на Одно-другую тысячу километров 250 литров Но с учетом того, что у меня машина всю ночь тарахтит Сейчас покажу Сейчас покажу Где Заправка Нормальная Там По 39 Соляр Тоже хочу что сказать А у меня еще тут проблемка Нарисовалась Придется мне, конечно, приехать домой Из рейса Немножко Басика поколынять Как раз рекламу они Будет по рации Вот По поводу, значит, проблемки Которая у меня нарисовалась Значит Делал я Значит Была у меня на бафе проблема В общем Проехал я где-то 220 тысяч И Была у меня просадка Нильзы То есть Отнес я Блок Чтобы можно было Посадочное место Презернуть Посадочное место Презернули И Открылась Микротрещина Блок Пришлось Выкинуть Купила Блок За 56 тысяч Приехал У меня Кстати В Саратове Ребята Занимаются В общем Приехал Мне этот блок Машину я собрал Это было Где-то в августе Месяце Вот с августа Месяца Я прошел По нынешнее время Вот сейчас Февраль Намотал 140 тысяч Соответственно Сейчас Начал замечать Когда машина Стоит Коллектора Выхлопные На выходе Мокрые В масле И пошел Расход масла Ну я знаю С чем это связано С тем Что машина Баф Она не предназначена Он по документам Полторы тонни А я на нем Тягаю Такие грузы Блин Которые Пяти тонни Не берут То есть Грузы Под пять тонн Ну видели Вы там Да Плиты Всякие Разные То есть Еще С прицепом Хожу Еще Прицеп Гружу Вот Так что Предстоит Меня сейчас Такая печаль Приеду Домой Придется Скинувать Бошку Хочу Поменять Хочу Поменять Колечки Подкинуть Сальники Клапанов Я поменял Как бы Нифига Эдунтара Нет В общем Придется Мне еще Бафик Отрепануть Вот Где заправка Значит У них Ориентир Думаю Сейчас Ориентирует Эта вот Куща Щебня Ее Даже Ночью Видно Так что Сейчас Я заеду Заправлюсь Потому что Потом К ним Туда Залежать Груженому Не особо Желание Есть Тем более Буду ехать В обратную Сторону Посмотрю Чем Я тут Заправлю Блин Едешь Нормально Начинаешь Медленно Ехать Руль Подскрипывает Ну В общем Заправочка Это По 37 Рублей Топливо Блин Ну тут Грязь Просто Блин Сейчас Вот Ставим Чтоб Меньше Грязь Весить Что Заправляться В общем Заправился Я По 37 Рублей Значит У меня Получилось По расходу Так Значит По расходу У меня Так Получилось Значит Значит Сейчас Надо Сообразить В общем Выезжал Я С Самбека Ну С Каганрог Самбек По 34 Рубля Я Заправлялся Вот По 34 Рубля Заправился Полный Бак Я Шуранул У меня Получилось 6000 Без 200 Рублей Значит Прошел Я Тыщу Прошел Я Тыщу Вот На Тыщу Сейчас Залил До Полного Бака 127 Литров Также Пятерка Получилась За минусом 300 Рублей Там 4700 В общем Пятерка Я считаю Вот Пятерка Пятерка То есть Получается На тысячу Километров У меня Бафик Сейчас В данной Вариации То есть Ночь Он стоял Молодил Всего Ну Как Ночь Дву Часов Ночи Ну То есть Я вообще Не выключаю Все время У меня работает Получается Расход 12 12,7 На сотню Я думаю Нормальный Может Конечно Дизеля Евро 3 Евро 4 Я не Жру Поменьше Ну Хотя Я считаю Нормальный В принципе Сейчас у меня Полный бат 250 литров Буду ехать В Будённовск Через Калмыкию Там соляра Тоже по 3-4 Рубля Хлюпану ее Я думаю Значит С Саратова До Будённовска Там что-то В районе 700 километров С Будённовска До Таганрога Там 500 Посмотрю Там С Будённовска Найду я Загрузку Не найду В общем Даже Этой солярки В принципе Мне должно Хватить Домой Полностью Даже Если я Пустой Уехал Что Дальше Снимать Так что В общем Я считаю Так У меня Получается По топливу Пятерка Пятерка Если я там В районе 40 рублей Заправляюсь 5000 Тысяча Километров Я думаю Нормально Конечно Когда я иду С прицепом Ужённый Расход Увеличивается 16-17 Литров А если Куда-нибудь На перевалы Захожу Блин То получается Наверное Литров 18-19 Жрёт Не знаю Конечно Какой будет Расход Моего Котапса Китайского Американца Не знаю Сколько Надо будет Жрать Люди Как бы По-разному Говорят От 30-ки До 40-ки У кого Как У кого Накрученное Топливное У кого В каком Состоянии В принципе У нас Стагодроги Ребята Есть Топливщики Не знаю Топливное Мне Накручивали Делали Жра Я не менял Машина Прошла 360 тысяч Жра Еще Ни разу Не менял Распылители Менял Езжу Все время На дешевой Солярке Нормально Бывает Варианты Когда С пустым Баком Иду В рацию Поврать Разбавить Немножко Если По дешевке Потому что Дешевых Заправа В принципе Они везде Есть В Новосибе Там есть Дешевые Затавки Но бывают Такие моменты Когда Иногда И заправляются На луке Или еще Дешевые 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 Сейчас Иду По Саратовской Объездной Есть Тут Кафешка То ли На вертолете То ли Вертолет Не знаю Или у вертолета Блин Или у меня Не Феди Какого-то Ну в общем Что-то С вертолетом Вот стоит Вертолет Ну что я хочу Сказать По этой Кафешке В принципе Что тут есть Банкомат Это как бы Тема нормальная Кухня Кухня тут Немножко У них Мне кажется Дороговатая Вообще У Царатовской Объездная Я кушал Блин Ну в принципе Нормально Но немножко Дороговато Душ у них Так На троечку Стоянка у них На единицу Я как-то заезжал сюда Блин Орязи по колено Вылез В машину Блин И провалился В грязь То есть Не особо У них тут Мне нравится Единственное Что я же говорю Сюда заезжаю Бывает Это просто Что в банкомат Близко Зашел Можно денег там Снять Мне в общем Она не нравится Душ не особо Как я уже сказал Стоянка грязи По коленам Внутри Это так Можно остановиться Здесь Перед кафешкой Если На ночлег На асфальте И то Более-менее А туда Вовнутри Заряжать Наверное Вилы Еду в сторону Сызрани Также Объездной С Камазом Смех разлетается Лед летит С крышек В общем Это стоянка Следующая стоянка С кафешкой Сейчас скажу Буду проезжать Где-то она называется Значит что В принципе Стоянка на пятерку Грязи нет Асфальт лежит Нормально Мойка Есть Самообслуживание Можно заехать Допустим Люди на асфальте Не останавливали Чтобы вовнутрь Заезжали Душевая 200 рублей Хавка Очень дорогая Ну то есть Там вообще Там Что-то там Взял Супа Чая Там 300 рублей Ни о чем Ни о чем Не знаю Мне не нравится Ну душевые Тут у них такие Тройка С плюсом Так Дальше едем Следующая Стоянка По всей видимости Автосалон Я сюда Никогда не заходил Не знаю Что здесь Не было Какой-то Элвис Не было Я время Мимо проезжаю Не знаю Не было Ничего Ради Все Сейчас захожу Через километр На Саратов Там уже Наверное Где заказчики Обзаждались Сейчас хорошо Хоть Объездную Саратовскую Сделали Ох Она тут Была Ой Были Сейчас сделана Огорушка Хорошая На Пензу В принципе Отсюда Огорушка На Пензу Поворот Бензу Нормальная Дорога Без проблем Как ехать На Сызрань Там Тоже кусок есть Или Сызрань Или самой Поскакать Поскакать А что На фурах Идут Блин У них Пневма Стоит Сидушка Она Пневма Машина Она Пневма Они едут Кайфуют Ну естественно У них понятно Что там Все Разлетается А потом Тут Едешь Рисуре Все Жесткое Примуха Летает В общем Я подъезжаю Подзагрузку Что у них Здесь Поворот Вообще Есть Нет Двойная Сплошная Не Не В эти Игры Мы Играем В эти Игры Не Знаем А то Сейчас тут Саратовские Ребята Блин Нормально Могут Рассказать За две Сплошные Лучше 300 метров Объехать Чем А потом Кому-то Чедо Доказать Элвис 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 что там загрузил смотрю валдай побежал еще один ну самое главное ничего с деньгами с деньгами я понял а стаганрога вон пупу мне как всегда достается блин какая-нибудь фигня как заедешь куда-нибудь вот они тазики стоят там оглушитель висит это хорошая машина что сейчас грузили это хорошая а это вы загрузили куда в этого нормально сюда чуть-чуть возьми левее 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 да дабили что ли еще левей еще левей еще левей еще левей еще левей еще ровно руля стала там нормально сколько сколькоже tane Возьми чуть левее Левее чуть-чуть возьми Возьми левее Возьми левее Вот так нормально Влево, влево Все, все нормально Кардан держи тогда ему Сейчас упрется Вверх его подними Влево надо, влево Что-то она уходит У нее колеса в разные стороны А что, зачем делать? Круто они ее сюда Еще, еще Влево, влево Что там? Пока никуда Влево Ты его кинь посередине Туда, посередине Кардан, толкни его посередине Вот Правее чуть возьми Правее Влево 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 чем отрахова блин у нее какая-то сзади там капсула она тяжелая и жопа блин бронированная блин ё-моё вот уже гравитсапа блин гравитсапа так гравитсапа я забираю документы и двигаю на буденовск